Сегодня наша тема о силе Евангелия. Мы поговорим с вами о том, какую силу имеет Евангелие в нашей жизни и какую силу оно имело в древности. Апостол Павел в послании к римлянам в первой главе в 16 тексте пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Апостол Павел не стыдился благовествования Христова, он не стыдился исповедовать веру в Иисуса Христа при встрече с незнакомыми людьми в обществе. Где бы ни было, он всем свидетельствовал, что он христианин. Иногда сегодня люди стыдятся своего вероисповедания, они боятся сказать об этом на работе, близким, друзьям, возможно, незнакомым людям в транспорте. Но апостол Павел не стыдился и говорил, «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему не стыдился? Потому что оно есть сила Божия ко спасению. Давайте сегодня с вами посетим древний город Рим. Этот удивительный город, который расположен на семи холмах. И сегодня этот город привлекает множество туристов, но в древности, когда жил апостол Павел, и когда ишла проповедь о распятом и воскрешенном Христе, этот город был особенно прекрасен и уникальным. По свидетельству историков, в городе Риме было очень много фонтанов. 1200 фонтанов насчитывалось в этом центре Римской империи. Красивые статуи украшали дома, улицы этого города. Множество людей считали честью посетить Рим и увидеть статуи богов, которым поклонялись люди. Великолепная архитектура города, роскошь двора, роскошь кесаря, который правил. Все это привлекало туда людей, и быть римским гражданином, а еще быть жителем города Рима, это было честью для людей того времени. Именно в то время, когда город Рим процветал, и когда Римская империя процветала, именно в то время, когда зародилось христианство благодаря воскресению Иисуса Христа, апостол Павел, как узник, был приведен в Рим, и он свидетельствовал там о своей вере. Именно в этом городе, где люди жили в роскоши, где была красивая архитектура, и все необходимое для жизни, Евангелие также начало набирать свою силу. Апостол Павел, находясь в тюрьме, обращаясь с письмом к посланию филиппийцам, он пишет в 4 главе, в 22 тексте. «Приветствуют вас все святые, а наипачи откуда? Из Кесарева дома». Интересно, что даже из Кесарева дома, то есть из дома римского правителя, были слуги, которые уверовали в Иисуса Христа, который умер, но который воскрес. Сила Евангелия, сила благой вести проникла даже в дом самого Кесаря. При жизни апостола Павла в то время правителем дома, Кесарем, был Нерон. Когда мы слышим это имя, у нас возникают сразу же какие? Неприятные, негативные ассоциации. Нерон был человеком, который отличался редкой разращенностью безнравственности. В первый год своего правления он отравил своего младшего брата, который был наследником престола. Затем он убивает свою родную мать и свою жену. Весь народ, живший вокруг него, его придворные, они были в каком-то страхе, потому что опасались диктатора Нерона. И вот даже в доме Нерона, где, казалось бы, не было ничего хорошего, слуги обратились и приняли Иисуса Христа своим спасителем. Ни преимущества, ни роскошная жизнь, ни архитектура, ни фонтаны. Ничего не могло восполнить внутренней потребности человека обрести нечто большее. Так бывает и в нашей жизни. Мы живем, кажется, у нас все есть, день сменяет день. Может быть, есть достаток в доме. Может быть, и дети у нас сыты, накормлены, устроены. Но человек ощущает, что все равно ему чего-то недостает. Нету чего-то большего в жизни. Нету будущего. Нету надежды. Апостол Павел пишет послание к филиппийцам и говорит, «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». Когда апостол Павел был осужден первый раз, на удивление всех Нерон отпустил его. Он признал его невиновным. Это было вообще удивлением для всех, для такого жестокого человека-тирана, как Нерон. Но в это время в Риме разразился очень сильный пожар. И из 14 районов Рима 10 были уничтожены. Апостол Павел в это время был отпущен на свободу. Если бы он был в темнице, его бы осудили. Но некоторое время он проповедовал, но затем его снова иудеи, которые не приняли христианство, осудили, его снова привели в Рим. И теперь он находится в темнице, в подземелье, и он нуждается в поддержке. Он пишет в послании Тимофею такие слова. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной». Кто-то из учеников Павла оставил его, боясь трудностей и гонений. Другие ушли по объективным причинам в другие церкви проповедовать. Но апостол Павел пишет Тимофею, «Приди ко мне как? Постарайся прийти ко мне пораньше. Когда пойдешь, принеси филонь, это теплый плащ, который я оставил в траде у Карпа, и книги особенно кожаные». Апостол Павел был человеком, который бесстрашно переносил трудности, гонения, несправедливость. Он описывает о своей жизни, что он был на дне морском, побиваем и камнями, и палками. Он был в скитании, в бедствии, в голоде, в нужде. Но теперь, когда он оказывается в темнице, он ищет просто человеческого сочувствия, понимания. Этот престарелый человек уже не был настолько крепок, его здоровье было подорвано. И поэтому там, находясь в римской тюрьме, в этой темнице, он просит, чтобы Тимофей пришел к нему. Он говорит, «Один Лука остался со мной». Да, в этом же послании он пишет, что еще Анисифор в первой главе, в послании Тимофея, «Ефесянин искал апостола Павла и не стыдился того, что он в узах, и поддерживал его». Когда человек испытывает переживания в жизни и особые обстоятельства, он нуждается в поддержке. Можно сказать, что апостол Павел был и так крепким человеком, правда. Зачем ему что? Зачем ему поддержка? Господь с ним пребывает, но в страданиях сердца человека ищет сочувствие. Искал его и Христос, когда он был в Гефсиманском саду, мы читаем об этом в Библии. Он просил, чтобы ученики пришли к нему и поддержали его, чтобы они укрепили его, помолились вместе с ним. Так и апостол Павел, находясь там, в этом римском холодном подземелье, он просит Тимофея, приди ко мне поскорее, принеси мне теплый плащ, чтобы я мог согреться. Вот, принеси книги, побудь со мной. Бог сегодня желает, чтобы мы поддерживали тех людей, которые нуждаются в поддержке, которые, может быть, также ослаблены длительным временем труда, болезнью, которые находятся в особых обстоятельствах. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы замечали таких людей и поддерживали их, как и Лука поддерживал Павла, как Анисифор и как и Тимофей, который должен был посетить позже апостола Павла. При правлении Нерона, когда Павел был призван второй раз на судилище, он был осужден на смертную казнь. Как мы говорили, в это время в Риме был сильный пожар. Считают, что сам Нерон был участником этого пожара, и, как я говорил, 10 из 14 районов Рима были сожжены. И после этого сильные гонения обрушились на христиан. После этого многих христиан ввели на казнь, и также апостол Павел был осужден. Он был осужден на смерт, но так как был римским гражданином, его не могли распять, но его ввели для того, чтобы отрубить ему голову. Это была более легкая казнь. Апостол Павел в завершении своей жизни пишет, подвигом добрым я подвязался, служение совершил, веру сохранил. Апостол Павел принял мученическую смерть, но его смерть послужила еще многим воссвидетельством. Многие христиане укрепились, видя непоколебимый дух апостола Павла. Правитель же Нерон погиб в 32 года. Собственные же слуги, черный народ восстали против него, и с помощью своего раба он покончил жизнь самоубийством, оставив разрушенный и сожженный пламенем город Рим. В это время церковь Рима пребывала в некотором уныне, потому что сильные огонения обрушились на христиан. И, как я говорил, один из художников, здесь не очень видно, вот вверху нарисованы так называемые светочи христианства, или факелы Нерона. Эту картину написал Генрих Семирадский, польский художник. Длина этой картины, или ширина, более 7 метров и более 3 метров высотой. На этой картине он изобразил императора Нерона, который восседает на своем престоле слуг, и первых христиан-мучеников, которые за веру в Иисуса Христа отдали свою жизнь. После того, как обрушились гонения, большая часть церкви в Риме была уничтожена, и многие, как я говорю, христиане пребывали в унынии. Однако Бог не оставлял свой народ. Он поддерживал его и укреплял. Следующая достопримечательность Рима, которая не могла затушить силу Евангелия, это амфитеатр. Это то, что осталось от него, можно сказать, большой стадион, который был возведен в древности для различных представлений. Высота этого стадиона составляла, макет его сделан примерно 50 метров, достаточно высокий. Для того, чтобы обойти по кругу, требовалось пройти более 500 метров. Здесь было несколько ярусов, на каждом из ярусов стояли скульптуры. Амфитеатр был украшен дорогими тканями, слоновой костью. И здесь внутри амфитеатра устраивались всевозможные бои. Здесь были бои гладиаторов. Здесь видно такие каналы, их наполняли водой, устраивались морские бои. Жители Рима находили удовольствие в том, чтобы видеть жестокость. Люди требовали хлеба и чего? И зрелищ, да. Я думаю, что сегодняшний мир не изменился, потому что, если взять статистику, то чем больше всего пользуются популярностью, какие фильмы по телевидению, это фильмы, где что происходит? Насилие, да. Где происходит жестокость. И жители Рима, они требовали хлеба и зрелищ. На верхних этажах сидели простые люди, чернь, простолюдины, пониже богатые, и в самом нижнем ярусе восседал кесарь со своими придворными. Этот амфитеатр строился 8 лет. Его построил римский кесарь Веспасиан, так его звали. И именно этот амфитеатр был местом, где приняли мученическую смерть многие из христиан. Для христиан того времени было выбором бросить немножко зерен на огонь, на алтарь кесарю или идолу, потому что кесарь часто себя отождествляли с богом, им нужно было поклоняться как богам или сохранить верность Богу. Люди были перед выбором. Однако многие христиане были движимы силой Евангелия, силой Христовой любви. И они отдавали свою жизнь ради Христа. Когда еще был жив Иисус Христос, Он предупредил о том, что жизнь христианина не будет легкой. Он говорил, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, — говорил Христос, — Я победил мир». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, — Я победил мир. Главное, чтобы вы имели во Мне мир. Когда в сердце человека есть мир с Богом, когда в сердце человека есть согласие с Богом, тогда неприходящая усталость, беспокойство, страх, они уходят. Сила Христовой любви наполняет сердце человека, и она сообщает жизненную энергию каждому нерву, каждому мускулу. Человек движимой силой Евангелия, силой Христовой любви. И поэтому люди, которые были там, они могли просто там бросить несколько зерен, этот алтарь, и засвидетельствовать свою верность кесарю или идолу. Но они сохраняли верность Богу, потому что они хотели иметь мир с Богом. Совершив этот поступок, они бы имели мир с кесарем, но потеряли бы мир с Богом. И поэтому Кользей служил местом, где отдавали свою жизнь первые христиане и первые мученики. Сегодня в нашей жизни может происходить нечто подобное, но вы скажете, христианство не преследуется. Христианство сегодня, ну в большинстве стран, есть страны, где преследуют, и люди и жизнью свидетельствуют о вере. Но вы знаете, здесь важно состояние духа человека. Когда человек испытывает в жизни трудности, скорби, переживания, разочарования, и он сохраняет мир с Богом, он сохраняет верность Богу, это служит лучшим свидетельством о силе Евангелия. Если человек, переживающий скорбь, находит силу в себе петь и прославлять Господа, свидетельствует на нем, это служит наибольшей проповедью о силе Христа, о силе Евангелия. Сегодня на субботней школе мы говорили с вами о Данииле. Вы знаете, много раз я читал эту историю, но вот как-то перед этим уроком, не читая этот урок, я задумался о самом Данииле. Представьте молодого человека, которому, может быть, еще 20 лет нет, юношу, которого делают явнухом, который лишается возможности иметь семью, и просто как человек радоваться жизни. И его из Иерусалима переселяют в Вавилонский плен. Человек, который был верен Богу, человек, который пострадал из-за грехов других людей, своего народа, но насколько мужественным был Даниил, он сохраняет верность Богу в этих непредвиденных, ну или предвиденных обстоятельствах, в этих сложных обстоятельствах. В его сердце заложено желание быть верным Богу. И он говорит, я не осквернюсь от царского стола, даже если меня брошут, бросят куда? Ко львам я буду верен Богу. И в этом есть сила Евангелия, когда человек, переживая трудности и разочарования, находит в себе силу быть верным Богу и прославлять Господа. Первые христиане, они также вспоминали страдания и смерти Иисуса Христа. Библия пишет, что, возможно, не те же, но римские воины насмеялись над Христом. Они надели на него терновый венец и затем повели его на крест, где он умер. Это также придавало силу первым христианам, потому что они понимали, что если их Господь и Учитель пострадал, если Бог славы, пришедший к человеческой плоти, был отвергнут, то и что они простые грешные люди? Если их Учитель, их наставник, их Бог пострадал, то и они перенесут страдания, Он укрепит их. Однако им придавались силы не только смерти, страдания Христа, но и мысль о том, что Христос воскрес. Потому что если есть смерть, а воскресения нету, тогда нету чего? Нету надежды. Подумайте, какой смысл был тысячам, сотням тысяч христиан, первым мученикам, умирать за Христа просто так? Потому что нету надежды на что? На воскресение. Сегодня многие люди говорят о том, что воскресение Христа – это сомнительное событие. Хотя раз в год по такой православной традиции многие говорят «Христос воскрес» и повторяют сколько раз? Три раза. Воистину воскрес, да. Но некоторые не верят в воскресение Иисуса Христа. Однако смертней сотни тысяч людей в Риме, мучеников, они свидетельствуют о том, что смерть Иисуса Христа была. Но было и воскресение Иисуса Христа. Христос воскрес, и Он воскресит каждого, кто жил в мире с Ним, кто был верен Ему. В книге Откровения, в 14 главе, в 14 тексте мы читаем. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сына Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». Вскоре наступит время, когда Христос придет уже не в терновом венце, но Библия пишет в золотом венце. «И с острым серпом». Серп символизирует собой жатву, кончину мира. Первые мученики, христиане, которые умерли в Колизее или в других местах Рима, они жили надеждой, что они увидят Христа, они воскреснут и встретят Его во славе, и будут с Ним всю вечность. Позже история Рима меняется, как бы в лучшую сторону. До 300-го года примерно христианство не принималось, но затем император Константин, вы знаете, его назвали Константином Великим, принял христианство. Принял христианство. Ну, так история говорит, что ему приснился сон, где был крест, и за крестом было солнце. И это как бы было для него символом того, что он одержит победу в одном из сражений, важных сражений. И он одержал победу, и он решил принять христианство. Другие историки говорят, что это был политический шаг, потому что христианство набирало силу. Ни гонения, ни преследования, ничего не могло остановить силу Евангелия, силу любви Христовой, которая распространялась все больше и больше. И поэтому император Константин, возможно, под влиянием этого сна, под влиянием победы, под политическим мотивом, он принимает решение узаконить христианство. И как бы церковь теперь уже становится вне гонений. Это преимущество, это определенное преимущество. Однако история показывает, что когда церковь переживала гонения христиан, христиане переживали трудности, они были более сильнее, чем тогда, когда были благоприятные времена. На смену гонениям наступает такое время процветания и изобилия. Строятся огромные храмы, которые были украшены дорогими камнями, золотом, прекрасными рисунками. Но на фоне всего этого, на фоне внешней такой помпежности, на фоне внешней пышности, сила Евангелия становится все меньше и меньше в традиционной церкви того времени. Постепенно в церковь проникают лжеучения, о которых говорил еще апостол Павел, он предупреждал об этом. И постепенно евангельская сила теряется, и только немногие люди сохраняют верность Богу. В книге Иеремии 6 главе 16 тексте написано, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Сегодня многие люди испытывают беспокойство и страх. Господь говорит, остановитесь и рассмотритесь. И спросите о путях каких? Древних. Сегодня люди нуждаются не столько в новом свете каком-то, в христианстве. Люди ищут какого-то нового света. Но им нужно узнать тот свет, который был раньше, рассмотреть, вспомнить о путях древних и пойти по этому пути. И Господь говорит, «И тогда вы найдете покой душам вашим». Как только человек идет на компромисс с грехом, с миром, его сердце теряется покой и радость. Он забывает древний путь, и он ищет новый путь. Господь своим перстолом написал 10 заповедей, и это путь древний, которым он приглашает всех нас. Эти заповеди он передал Моисею, и израильский народ должен был хранить их и передавать из поколения в поколение. Закон Божьей любви. Это путь древний, которым нас приглашает Господь. К сожалению, после императора Константина и далее этот путь был в значительной степени изменен. Недавно, возможно, вы слышали в новостях, было принято решение. Верховный суд Америки заседал, и 9 человек принимали решение, сделать ли легитимными браки, ну, однополые браки, то есть узаконить это. Было 9 судей, и 5 судей приняли это решение, как? Положительно, да. Четверо, на мой взгляд, были здравомыслящими людьми, да, они что? Сказали нет, но пятеро все-таки что сделали? Да, приняли решение. Белый дом, руководство Америки поддержали это решение, и в знак согласия Белый дом был освящен всеми цветами радуги, как бы поддерживая вот это правильное, как бы свободное такое решение. Да. Было зачитано обращение президента. Во многих странах люди вышли на улицы, ну, не с протестом, а наоборот, что вот с радостью. В Израиле там около 100 тысяч человек вышло поддержать вот это решение. Но мне понравилось высказывание одного известного политика. Он не стал спорить, он сказал просто. Никакие решения человека не могут изменить законы неба и законы природы. Да. Никакое человеческое решение не может изменить чего? Законы природы и законы Господа. Вы знаете, я вспоминаю свою свадьбу, когда нас повенчали. Проповедник сказал в конце такие слова. «Что Бог сочетал, того человек да что не сделает? Да не разлучает». Можем ли мы так сказать, что Бог написал, того человек да не отменяет? Можем ли мы так сказать или нет? Да, это однозначно. Что Бог написал, то Он дал. К сожалению, мы видим в истории Рима и дальнейшее развитие христианства, церковь постепенно отошла от того древнего пути, которому дал им Бог. Однако были люди, которые сохраняли верность. Это были вальденцы. Эти люди прятались в горах от преследований. И там высоко, на севере Виталия, они находили неприступные горы, где в пещерах они жили и сохраняли верность Богу. Свидетельствует история. В одной из пещер, там высоко в горах, были обнаружены целые поселения вальденцев. И преследователи, те, кто хотели уничтожить вальденцев, нашли эту пещеру, но побоялись войти туда. Они разожгли сильный огонь там, возле пещеры, и дым уничтожил этих людей. Они задохнулись. Три тысячи человек погибли там, в этом подземелье. Однако сила Евангелия не могла быть остановлена. Ни дым, ни преследование, ни костер. Ничто не могло потушить вот эту силу, силу божественной любви, которая все больше и больше завладевала сердцами людей. В книге Откровения, 14 главе, 12 тексте написано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божию и веру в Иисуса. Хотя история говорит о периоде темного средневековья, когда Библия была забыта, когда верные христиане были преследованы, но были те, кто сохраняли терпение. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. 1300 год был особым годом в жизни церкви. Это период средневековья, когда Папа Бонифаций VIII объявил этот год годом прощения грехов. И каждый, кто совершал паломничество в Рим, получал прощение всех грехов. Возможно, и слышали вы нечто подобное сегодня. Если вы посетите Иерусалим и прикоснетесь к камню или к особому месту, вы получаете прощение грехов. Множество людей, история говорит, устремилась туда, чтобы получить прощение грехов. Они давали деньги, пожертвования. Денег было так много, что уже их не успевали собирать. Уже как бы граблями их сгребали, как щебень. И люди приходили туда в надежде получить прощение грехов. В одной из церквей Рима были два черепа. Один из понтификов, Папа Римский, привез их туда и считалось, что это череп Павла и Петра. И многие люди приходили туда, чтобы увидеть останки этих апостолов и тем самым заслужить прощение. К сожалению, мы видим, что христианство изменилось. И теперь Божий дар прощения грехов люди должны были зарабатывать. Или можно было его как сделать? Купить. Можно было купить прощение прошлых грехов, сегодняшних и даже наперед. Вы планируете согрешить, но вы покупаете индульгенцию, в которой написано, что вам прощается грех, который вы совершите тогда-то и тогда-то. Легкий способ получения прощения. Но что говорит об этом Священное Писание? В послании к римлянам апостол Павел предупреждал их, и он видел будущее, говорил, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Прощение – это дар. Его нельзя заслужить. Его нельзя купить. Оно дается. Оно дается по вере в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа подразумевает доверие Богу и следование за Ним. Она проявляется в том, что человек живет так, как жил Христос. Он стремится быть подобным Христу. Он идет путем древним, путем Божьих заповедей. Он сохраняет терпение и веру святых. Прощение – это Божий дар. Эта истина очень проста, но часто и люди не понимают. Кажется человеку, что когда он согрешил, ему нужно как-то умилостивить Бога, как-то расположить его себе, чтобы Господь его простил. Однако Бог говорит, что прощение – это дар. Единственное условие получения прощения является исповедание, признание греха и оставление греха с помощью Божьей силы. Сегодня, если нас отягощает совесть, и нам тяжело изменить то, что было в нашей жизни, может быть, сатана ввергает нас в уныние, он побуждает нас согрешить, а потом говорит, что выхода нет. Нам нужно положиться на обетование в Библии. Мы получаем оправдание как? Да. Наши усилия, все наши попытки заслужить прощение, они ни к чему не приведут. Одним из самых искренних, верных Богу человеков был Мартин Лютер. Он был монахом. Он настолько сильно себя истощал постами, и так как он понимал служением Богу, что его здоровье было подорвано. Но все это не приносило ему душевной радости и удовольствия. И он все равно чувствовал себя непрощенным. И однажды, когда он поднимался по ступеням, кстати, до сих пор эти ступени есть в Риме, считается, что по ними шел Христос на Голгофе, Русалиме их отбили деревом, потому что они уже стерлись, этот камень. И когда он на коленях поднимался и произносил молитву на этих ступенях, он услышал голос, «Праведный верою жив будет». И он, смущенный, вскочил и ушел оттуда. Он понял, что прощение нельзя заслужить. Бог говорит нам о том, что единственным условием принятия прощения, принятия Его дара, является наша нужда, наше сознание в этом, является наше исповедание греха и оставление с помощью Божьей силы Его. Сегодня мы живем в преддверии событий, когда Христос должен вернуться на нашу землю. Так художник изобразил эту картину. Я помню, как в своем родном городе я был у одной пожилой женщины. Этой женщине было уже больше 80 лет. Она сохранила веру через всю свою жизнь. У нее была такая простая обстановка дома, побеленные стены и большая картина, на которой было нарисовано пришествие Иисуса Христа. Эта пожилая женщина жила вот этой надеждой, что Христос ее воскресит. Христос воскресит ее близких, воскресит ее родных, и она встретит его. Сила Евангелия, она касается сегодня каждого сердца. Сегодня верующие живут надеждой на скорое пришествие Иисуса Христа. И хотя Церковь Средневековья отступила от тех заповедей, от той истины, которую дал Бог, сегодня, в последнее время, Бог желает, чтобы Божий закон и силы Евангелия снова засияли во всей силе. Бог обещает нам, что Он вскоре придет на нашу землю. И каждого, кто принял Его спасителем, введет в небесный город Иерусалим. Не знаю, ли Он будет таким, так художник изобразил Его. Кто-то вот так представляет этот город Иерусалим, который приготовлен от создания мира. Но давайте мы почитаем, что пишет апостол Павел в послании Коринфянам. В первом послании Коринфянам во второй главе, в девятом тексте, он пишет такие слова. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящий Его». Сегодня, даже попытавшись напрячь все свое воображение, всю свою фантазию, мы не сможем представить то, что приготовил Бог, любящий Его. Бог обещает прийти на эту землю и взять на небо тех, кто сохранили в своем сердце верность Ему. Тех, кого не поглотил этот мир, не поглотил этот грех, те, кто пронесли через всю жизнь силу Евангелия. А как в нашей жизни является ли Евангелие действенным в моей жизни? Вы знаете, я уже в церкви больше 15 лет. Но я не говорю для того, чтобы гордиться этим. Я вспоминаю свой прошлый путь. И до того, как я пришел к Богу, моя жизнь была другой. Если бы я сейчас вышел за кафедру, мои волосы были бы вот так вот. Ну, не сейчас, а тогда. Да, они бы где-то вот так вот закрывали бы плечо. Тогда я слушал другую музыку, у меня были другие влечения. И если бы мне кто-то сказал, что я буду стоять за кафедрой и говорить о Божьем Слове, я бы никогда не поверил. Верующих людей я считал ограниченными людьми. Это те, кто, знаете, так, ну вот, как стадо, знаете, вот так, я прошу прощения. Это легкий способ управления народом. Может быть, кто-то сегодня в христианстве использует это. Но сила Евангелия коснулась моего сердца. Когда на третьем курсе я был, учился в институте, Бог изменил мое сердце. И я помню, когда я стоял перед ректором, и было распределение врачей, он сказал, ну, а кто такие адвентисты вообще? И там были представители Соболздравов. Ну, кто это такие вообще? Кто о них что? Что знает? Я не стал с ним спорить, хотя в методичке, там на кафедре физиологии приводятся опыты, которые делают в Лома-Линда. Это один из таких известных университетов, клиник адвентийских, где лечат людей. И на его же кафедре, где он замкафедрой, в этой же методичке описаны опыты людей, которые что? Ну, не опыты, а медицинские исследования, они приводятся. Да. Я не стал с ним спорить, но в глазах некоторых людей я увидел сочувствие. Знаете, они так посмотрели на меня, и что? И посочувствовали. Да. Тем более, что меня направили работать врачом-методистом по распределению, это тот, кто ведет статистический учет. Сколько умерло больных, сколько осталось живых, сколько коек. Да, я не очень хотел идти туда по этой специальности, но декан посчитал, так как я человек верующий, мне будет удобней. Знаете, удобней так, отработал и что? И выходной дом. Но в кавычках удобнее. Он хотел мне преподнести такой сюрприз. В глазах некоторых людей я прочитал сочувствие. Но, вы знаете, Бог говорит нам, не стыдитесь чего? Благовествование Христово. Не стыдитесь. Да. Свидетельствуйте о нем. Когда прошли года, я почувствовал, что тот огонь, который был во мне, верность Богу, любовь Богу, они постепенно начали, как бы, знаете, что? Ну, охладевать. И Библия пишет, что перед пришествием верующие и ожидающие Иисуса Христа, они уснут. Десять дев уснут. Но пять все-таки будут сохранять верность Богу. Сегодня Бог желает, чтобы мы пробудились, чтобы сила Евангелия снова проснулась в наших сердцах, чтобы мы были верны Богу, как верующие того времени. Возможно, мы обратились совсем недавно к Богу, возможно, давно. Возможно, мы на пути и только принимаем решение. Бог желает, чтобы мы немедленно, потому что время приходит к концу. Наступит то время, когда уже сила Евангелия не будет действовать, потому что те, кто примут Христа спасителем, будут спасены. Те, кто нет, они погибнут в вечной гибели и без надежды на спасение. Бог желает, чтобы мы жили вечно. Бог желает, чтобы сила Евангелия сегодня коснулась каждого к сердцу. Бог желает, чтобы мы сегодня пришли ко Кресту и обрели спасение. Если вы желаете, чтобы Господь был вашим спасителем, если вы желаете обновить свои отношения с Богом или принять Христа спасителем, давайте мы поднимемся и вместе помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны, что Ты возлюбил нас и отдал Своего Сына ради нашего спасения. Мы благодарны, что сила Евангелия не могла быть остановлена в Риме. И мы видели, как первые христиане, сохраняя неверность Тебе среди препятствий, трудностей, разочарований и гонений. И мы, Господи, просим, помоги нам быть верными Тебе. Сегодня мы живем в относительно благоприятное время, но мы понимаем, что оно и опасное время, что мы можем пойти на компромисс и утратить веру в Тебя. Мы просим, Господи, помоги нам быть верными Тебе в малом. Помоги рассмотреть древний путь, вспомнить о тех заповедях, которых Ты дал нам, принять их всем сердцем. Помоги нам помнить, что прощение – это дар, что его нельзя заработать или как-то получить, но этот дар от Тебя, он принимается по вере в Иисуса Христа. Помоги нам каждый день жить ожиданием Твоего пришествия и не стыдиться благовествования Христова. Помоги, чтобы в нашей жизни, как и в жизни Даниила, мог отобразиться Ты. И живем мы, трудимся, что бы мы ни делали, чтобы мы были Твоими свидетелями, свидетелями о Твоей силе, о силе Христа, о силе Евангелия. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.